Более 70 образцов самолетов, вертолетов, танков и другой военной техники увидят хабаровчане в ближайшие три дня. В Краевом центре стартовал традиционный форум «Армия-2022». Что интересного приготовили для зрителей, узнаем в следующем материале. Дождь для выставки не помеха, особенно для выставки техники. В этом году на площадке центрального аэродрома в Хабаровске военные выставили более 70 специализированных машин. Наш форум проходит по всей стране. И не случайно главная площадка Дальнего Востока в столице Хабаровского края. Это признание нашего вклада в укрепление обороноспособности страны. На форуме «Армия-2022» представлены как новые образцы техники, так и военные легенды среди танков, самолетов и вертолетов. Один из экспонатов форума в этом году – вертолет Ка-52. Его используют для уничтожения танков на поле боя и вертолетов в воздухе. В экипаже командир и штурман. А главное преимущество этой модели в том, что соосная система позволяет произвести посадку даже без хвоста. Хабаровчане могут увидеть и более крупную технику. Военно-транспортный вертолет Ми-26 – самый большой в мире. Он может перевести до 20 тонн грузов как внутри, так и на подвеске. Для этого он и создан. Там, где нет взлетной полосы, не может съесть самолет, прилетит вот этот большой вертолет и справится с боевой задачей. Кроме вертолетов и самолетов, важное место на выставке занимает станция радиотехнической разведки. Комплекс на базе отечественного КАМАЗа используют для обнаружения чужих самолетов. Соответственно, далее передаем всю информацию на дальнейший пункт, и там уже предпринимается информация для дальнейшего определения этой цели, что с ней делать. Не обошлось на выставке и без презентации стрелкового оружия и обмундирования. Мы видим виды вооруженных сил, мы видим могущество наших вооруженных сил. Хабаровчане поддерживали и поддерживают наши вооруженные силы и говорят им огромное спасибо за то, что они обладают вот такой прекраснейшей техникой, которая защищает не только дальневосточные рубежи, но и защищает нашу великую родину. Форум «Армия-2022» на аэродроме Хабаровск-Центральный продлится три дня, а завершится в воскресенье, 21 августа. Вход для всех посетителей свободный. Игорь Сукачев, Юрий Ермаков. Смотри Хабаровск. В ближайшие три дня гости форума «Армия-2022» ознакомятся с особенностями проживания, питания, обмундирования и экипировки военнослужащих. Для посетителей организованы показательные выступления инженерных войск, войск радиационной, химической и биологической защиты, а также коллектива ДСАФ, показ тушения условного пожара вертолетом Ми-26 и другое.